На очередном пленарном заседании законодательной палаты Уалий Мачлиса рассмотрен ряд законопроектов, в том числе касательно противодействия торговли людьми, государственной геномной регистрации, а также внесения изменений и дополнений в закон о частных агентствах занятости. Продолжение следует... При его разработке был изучен зарубежный опыт, в котором раскрытие преступлений по базам данных геномной информации имеет большое значение и эффективность. В первом чтении депутатами был рассмотрен проект закона о государственной геномной регистрации. Что такое геномная информация? Это персональные данные человека, которые определены данные о ДНК человека, определяющие личность человека. В наше время преступники на месте преступления почти не оставляют следов. Поэтому создание единой геномной базы приведет к тому, что мы сможем снизить преступность. Документ значим тем, что он направлен на правовое регулирование отношений в этой сфере. В нем определены уполномоченные органы, их права и обязанности, а также необходимые требования к сбору, обработке, защите геномной информации, а также уничтожению биологического материала. Здесь закон, он специфический и направлен на именно регулирование отношений в этой сфере, но нового ничего не открывает. В распоряжении правоохранительных органов есть информационные системы, где, например, дактилоскопические наши отпечатки. Есть в паспортах сейчас цифровое фото лица, есть радужная оболочка глаз. Эти вещи, которые с точностью 98% определяют, этот человек или не этот человек. То есть и геномная информация, это новый еще один технологический момент, который надо использовать. Внимание фокусировалось и на проекте закона о внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан о частных агентствах занятости. Этот проект закона направлен на укрепление защиты прав и интересов лиц, которые ищут работу. Проект предусматривает усиление ответственности частных агентств занятости. Также законопроектом предусматривается предотвращение случаев, связанных с обманом и злоупотреблением доверия людей. В первом чтении рассмотрен и законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, который направлен на повышение инициативности и ответственности субъектов права законодательной инициативы в процессе законотворчества. Субтитры создавал DimaTorzok